Так, привет, друзья! Делаем очередную посылку из города Крандштадт. Это Санкт-Петербург. Крандштадт! Здесь должен быть 6С+, с частичной потерей функционала. Что-то там в общем не работает. То ли слуховой динамик, то ли что. Ничего себе, как коробка замялась гармошкой. Летала, видать, хорошо. О! Газетка! Класс! Интересная упаковочка. Классно сделано. Даже под кнопку вырезано. Круто. Прикольно. Видно, что владелец бережно относится к своему устройству. Так. Там, насколько я помню, нет звука в слуховом динамике. Давайте включим устройство и проверим это. Где-то смотрели, там, получается, меняли динамик, меняли сам шлейф, но звука по-прежнему нет. То есть там, наверняка, инженерная работа по самой плате будет. Ну, посмотрим, разберемся. Обращу внимание, треснует глазок. Прям вот такая трещина. Так, давайте глянем. Так, из динамика основного есть звук? Сверху тишина. Так. Так. Ладно, разберяем, проверяем. Тоже обращу внимание, снизу винты, а не от серебряного телефона, не от этого, не от золотого. Да, здесь мини на экран. Копия стоит и телефон моченый. То есть это та же проблема у владельца после попадания жидкости. То есть вот есть датчик влажности. В верхней части он розовенький идет. То есть по умолчанию он белый. Когда влага попадает, он срабатывает и розовеет. То есть там, видимо, катализатор срабатывает и становится розовым. Так, то есть сейчас мы что сделаем? Чтобы убедиться, что данный навес, шлейфа и сам динамик исправны, мы возьмем вот эту непосредственно сборку с телефона, подключим на наш телефон и проверим работу слухового динамика. То есть если он работает, соответственно, здесь мы уже понимаем, что эта вещь в порядке. И тогда у нас, соответственно, будет уже вопрос по самой плате. Далее нужно будет нам, собственно, прозвонить питание на коннекторе шлейфа фронтальной камеры и питание слухового динамика. Соответственно, найдем просадку и уже посмотрим, что с этим можно будет сделать. Занимаемся. Так, вот наш донорский аппарат. Сейчас мы на него подключим экранчик и посмотрим. Кстати, тут еще такой момент заметил. Интересный. Не обошлось без изоленты, что называется. Вот только зачем она здесь? Изолента. Так, ладно, проверяем. Так, подключаем. Разрежем. Так, ну сейчас наш телефончик зарядится и проверим на вес. Еще такой интересный момент сейчас принесли. Покажу вам, как иногда бывает. Вот принесли 7+. Вот это видите, что это? Это, возможно, кто смотрит, знает, показывает. По семерке бывает проблема, что при звонке нет звука. То есть вы не слышите, вас не слышат. И иконка там неактивна громкой связи. Вот это микросхема аудиокодек. Вот она. Ее кто-то делал и уже сверху. То есть, ну, видимо, у них что-то пошло не так. Телефон сейчас не включается, а аудиокодекс сверху припаяли вот сюда. Ой, не припаяли, а это приклеили на скотч. Все, телефон не включай-ка. Будем смотреть. Интересно, что там наворотили. Посмотрим. Вот в таком вот виде иногда приходят аппараты. Там мастер, Дима, вот что-то вот так вот не получилось у него там, либо что-то такое. Ну, что-то пошло не так. Конечно, там всегда есть определенный риск, потому что это высокотемпературная пайка на самой плате идет. То есть, тут нужно и термопрофиль соблюсти, что называется. Это соблюдение температурных режимов при снятии микросхемы, при ее установке. То есть, это все-таки моменты, где нужен довольно большой опыт, ну, и вообще понимание, что к чему. Если что-то пошло не так, то же там усугубить, главное не усугубить это. Правильно сделать вывод, ну, и, соответственно, уже сориентироваться по ситуации. Так, этим и займемся, но попозже. Так, не дождался я, пока зарядится наш проверочный телефон. Подключим заряженную батарею. Включается. Проверяем. Проверяем. Так, без сим-карты делаем вызов 112 и послушаем слуховый динамик. Нет, ребята, тишина в динамике. Просто дело, значит, в каком-то навесе, либо в самом динамике, либо в шлейфе, который доводит до него питание. Так, давайте тогда сделаем нашу сборочку, хоть и побитую, подключим на клиентский телефон. И, соответственно, проверим. Если в нем будет работать, соответственно, просто нужно разобраться с динамиком. Хотя люди уже смотрели по этой теме. Не знаю, как смотрели, но элементарную вещь, видимо, не увидели. Проверяем. Проверяем. Набираем. Ну да, все, есть звук. Ё-моё, да как так? Инженерная работа. Меняли, не работает. Мы думали, тут сейчас будем сидеть, тут мультиметром тычиться. Схему смотреть, где там что, откуда что. А тут дело просто в динамике. Либо в шлейфе. Ё-моё. С наибольшей вероятностью проблема в шлейфе. Давайте его заменим, и все будет в порядке. Потому что сам динамик, он редко выходит из строя. Так, вырубаем и меняем. Коробочка 6 класс. Так, нам нужен вот этот шлейф. Шлейф называется непосредственно слухового динамика. На нем идет фронтальная камера, датчик приближения, фронтальный микрофон и контакты слухового динамика. Деталь оригинал. Маркировки яблочные заштрихованы. Я ранее обозначал, как и что это происходит. Алло, да-да, Максим. Ага. Ага, ага. Да, на месте. Заменил слуховой динамик. Думаю, что дело в нем. Но сейчас посмотрим. Да, все, есть звук. Вот, собственно. Вот, что вот это вот, что вот здесь вот все вот это назрело, что родилось у меня после вот этого. Понятно, что человеку, вот, видимо, пришел он куда-то в сервис, да? Вот, кстати, он родной с яблочком. Наша яблочка закрашена была. Пришел он куда-то в сервис, да? Вот это ему заменили, но она оказалась не рабочая. Так, да, еще раз отвлекли. Ну, получается, по всей видимости, что произошло? Собственно, видимо, куда-то обратились, поменяли вот, ну, может быть, динамик, либо что-то, я не знаю, не заработало. Соответственно, сказали владельцу, что, ну, дело не в этом. Для этого есть, вот, допустим, у нас есть проверочный всегда аппарат, который точный эталон на рабочий, с которым мы можем взять деталь, подкинуть и, соответственно, проверить, чтобы точно идентифицировать, в чем проблема. Собственно, для этого и нужен сервис. Вот это и называется сервис. Куда вы обращаетесь и можете быть уверены, что там вам точно однозначно дадут результат, и вам не придется после этого еще куда-то метаться, находиться в неведении, либо что-то с какими-то остаться с незакрытыми вопросами. То есть вот тоже, допустим, вот этот случай я сегодня вам показывал, вот по 7+, да? Вот, собственно, люди куда-то там обратились, как они сказали, там, знакомый, там, что-то там, Дима, там, туда-сюда. Соответственно, вот там, потом у Димы как произошла ситуация вот эта, он уже начал там не некогда, там, вот какая-то, ну, такая какая-то история там. Там что-то там-то, там-то там, вот все такое началось. Это, понимаете, это, вот это и есть, как бы, все вот это обслуживание, оно составляет много тут всего в общем. То есть вы куда обращаетесь, вы должны быть уверены, что там вам скажут, сделают, либо что. Соответственно, здесь делов на 2 копейки, вообще на 2 копейки. Сейчас уточнил владельца, может быть, не знаю, ему батарейку здесь поменять Потому что она родная, ей наверняка уже срок Так, чтобы не по-пустому Ну и так почистим, здесь немножко еще в порядок приведем вокруг Так, сейчас свяжусь с владельцем и узнаем, что к чему Тут у владельца пароль еще есть Необходимо на этом шлифе, как заметили, здесь есть камера, проверить его работу тоже Так, основная окей Основная окей И как раз вот эта фронтальная идет, тоже все окей, все в порядке Так, да, нормально А, давайте проверим еще работу микрофона На нем также идет фронтальный микрофон Это когда мы делаем звонок по FaceTime, WhatsApp, видеозвонок Ну, любая видеосвязь, этот микрофон за это отвечает Тоже давайте проверим Да, вот проверяю, 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 шмаверяю Так, все окей, как вы видите Что, что здесь еще Да в принципе это больше нечего Здесь небольшое замятие по корпусу есть в углу Я думаю сейчас немножко подточим Это чтобы экран туда более плотно садился И так-то все, больше здесь нечего смотреть Интересно глянуть состояние батарейки 80% В принципе это, кстати, время для замены Но владелец Владелец там что-то вроде на батарейку не жалуется Ну и нормально Ага, окей Так, все-таки нужно поменять батарею И померить потребление на аппарате Так, давайте глянем Давайте глянем Так, давайте Тогда сейчас еще снимем экранчик Батарейку заменим И померяем потребление Здесь владелец еще попросил посмотреть Он, как выяснилось, сам менял Вот эту резинку уплатительную на кнопке home Ну и да, она вот к самой кнопке-то не приклеена Все-таки ее нужно правильно приклеить Давайте сделаем это Потому что здесь какая структура идет То есть это сама резинка проклеивается к кнопке с обратной стороны И не дает в ней внутри крутиться А уже, соответственно, потом Вот этими кантами она приклеивается в обратную сторону экрана И уже внутри экрана не прокручивается То есть здесь такой правильный порядок Давайте ее проклеим и правильно установим Вот из этой резинки, кстати, очень Это прямая зависимость долговечности службы самой кнопки home родной Она, напомню, идет со сканером пальца и невзаимозаменяемая То есть если родная умерла, все, привет А обычно она как умирает, там начинает Резинка эта разошлась, кнопка начинает крутиться Ее еще так интересно покрутить всем становится Там круть-круть, чуть-чуть подальше и привет Шлейф внутри рвется И привет родной кнопочки Так, проклеим, сделаем нормально Так, друзья, да Еще раз покажу То есть когда у нас по батарейкам есть какой-то вопрос Или что-то нет по наличию какой-то батареи оригинальной Либо что Всегда ставим проверенный железный вариант Который проверим годами Это производитель Z То есть тут батарейка в плохим составу Полностью сбалансированная, как необходимо Весь срок эксплуатации служит нормально Без каких-либо проблем И ни разу не было, чтобы на исправном устройстве она вздувалась Что немаловажно Соответственно ее и поставим Так, и необходимо еще померить потребление Давайте сейчас батарею взымем и сделаем это Ну да, на удивление батарейка вообще 14-го года Сейчас, конечно, столько ничто не отслужит Ни одна батарейка сейчас столько не отслужит По той простой причине, что сейчас на современных системах Потребление совсем другое идет И батарейки работают на своем топе вообще производительности Из нее процессор и плата все соки выжимают То есть изначально техника Apple Она выходит с очень большим запасом производительности И впоследствии компания раскрывает весь потенциал В новой операционной системе полностью железо начинает использовать Соответственно, это все сказывается на сроке службы батарейки То есть раньше, когда телефон выходил в 14-м году Там система была какая? Я не знаю, там 7-я, там 8-я Там очень было щадящее энергопотребление Поэтому батарея столько прослужила Я уже не раз об этом говорил Вот это такая вещь, но это нормально, это абсолютно Сейчас батарейка служит на последних системах полтора-два года Вот это так же и подслужит Все нормально Так, давайте поверим потребление, чтобы знать, что по аппарату все в порядке И уже соберем окончательно Здесь нам нужна сама, в принципе, плата Более без какого-либо вообще навеса Так, скажу сразу, вот сюда смотрим И нас интересует значение в пике, когда я нажму кнопку включения На однократное нажатие То есть на исправном устройстве оно не будет превышать 80-90 То есть здесь порядок такой Это идут тысячные, сотни, десятки То есть получается вот здесь будет значение не более 80-ти Если устройство исправно Так, нажимаем Да, в моменте 70-80 Все окей Так, и еще нужно проверить обязательно с подключенным экраном Потому что вот эти все навесные оборудования, что называется Это различные шлифа Они могут давать определенное замыкание и дополнительное потребление То есть нужно устройство в сборе все проверить Так, ну и ребята, вот смотрите Нулевые показания вообще То есть телефон включен в режиме ожидания И никаких потреблений вообще нет То есть он лежит и спокойненько лежит Периодически там проскакивает у него единичка там Ну это как бы процессы все равно должны работать Уведомления там различные Сканинг-уведомлений Вот этого всего прочего Происходит Зажигается экран Соответственно потребление возрастает Кстати вот обычно, да, как можно вот Вот если сейчас допустим зажечь вот этот экран И посмотреть на потребление Они будут гораздо выше, чем нежели было бы на оригинальном экране Потому что этот экран он потребляет больше как бы Требует для себя питания, чтобы зажечь эту подсветку То есть вот это и есть даже такие В таких моментах в потреблении только есть различия между копией и оригиналом В принципе можно было бы сделать эксперимент Но честно говоря тут уже немножечко не до туго То есть вот сейчас вот сколько с копией, да, он зажигается и потребляет И сколько бы с оригиналом было Но это все-таки момент уже тонкий То есть тут конечно уже понятно Копия стоит видимо там уже не до туго Все, здесь все нормально по аппарату Собираем его и отправляем Выключить всегда нужно правильно Чик И сейчас уйдет 0 Так, забыл ты на самом деле про этот вот еще глазочек Глазочек камеры Просто не уверен, что есть хороший на самом деле у меня И давайте еще раз запустим камеру Посмотрим, если никого искажения не дает Не будем его трогать Ну вот да, если посмотреть Тут нет никакого ни искажения, ни преломления, ничего Кстати вот винты предлагаю все-таки нормально закрутить Золотые, как и должны быть Не вот такие А вот такие По батарейке нужно немножко подождать И она отдаст свой статус Будет написано 100% Но вот на этой батарейке этот объем он забинден Постоянный стоит То есть это хорошая и качественная батарея Но контроллеры там идут с забинденным 100% объемом То есть он там не меняется Кстати, недавно терзал техподдержку Apple По вот этому вот вообще По вот этой истории Кстати, да, вот нормальная тема, покажу вам Есть вот такое приложение Поддержка Apple Техподдержка Apple Интересно, не сохранилась история после обновления Ну ладно В общем, сама техподдержка Apple отвечает на вот этот вопрос То есть часто задают вопрос, что там Допустим, телефону 2 месяца, новый аппарат, там 11 Pro И уже объем там упал до 95 Я как бы недолго думаю, этот вопрос ретранслировал в техподдержку Через это приложение И соответственно там был ответ, что Это образный показатель и на него там не особо стоит ориентироваться То есть более важный момент это Пиковая производительность аккумулятора Когда она меняется, либо власть сообщение о том, что Пиковая производительность изменилась, упала Тогда уже нужно менять, обращаться Так, это ладно, здесь можно не ждать, в принципе, оно там появится В принципе, здесь все, нечего больше делать и ждать Собираем, отправляем А, и кстати, да, еще такой момент Никакая проклейка здесь не делается по периметру Потому что проклейки пошли с телефона 6S С 6S телефона То есть шестерки еще проклейки нету никакой Поэтому здесь ничего не выдумываем, не придумываем Так, ну собственно все Кстати говоря, не стал водворять на место вот эту изоленту Потому что, ну, предназначение ее крайне непонятно И я думаю, нахождение ее там нежелательно Пусть будет здесь Ладно, всем привет и все Так, нет, ребят, все-таки решил еще глазок поменять Тем более, что нашел его Глазочек Все-таки приведем в порядок окончательно, что называется Так, сейчас доделаем Так, новенький глазочек Вот таким вот образом Так, все окей, еще раз все собираем И уже точно с чистой совестью отправляем Так, ну вот теперь все, точно все П летнемçücht Системлекуха Продолжение следует... Продолжение следует...